Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы Акцент. Я по-прежнему ее ведущий Юрий Алаев. И сегодня мы беседуем на очень интересной, с моей точки зрения, и злободневной темы с Андреем Викторовичем Заякиным, российским ученым-физиком, который, вы уж меня извините, Андрей Викторович, более, пожалуй, популярен в научной среде, как один из основателей знаменитого диссернета. Это грозы плагиатчиков или плагиаторов всех мастей абсолютно. Но, если не возражаете, давайте мы начнем с самого начала нашу беседу. Вы приехали в Казанский федеральный университет. Я посмотрел в официальной программе. Цель вашего визита обозначена как обсуждение перспектив работы диссертационных советов КФУ. А в контексте диссернета можно перевести эту цель на обыденный язык? Что-то не так с советами КФУ? Во-первых, добрый день, уважаемые зрители. Я бы ставил вопрос шире. Я бы говорил о том, что вся страна в целом, все наше академическое сообщество, за последние 20 лет, к сожалению, так или иначе оказалось затронутым проблемой недоброкачественного, непрофессионального написания научных работ, проблемой, в частности, диссертации с некорректными заимствованиями. Поскольку КФУ в этом году полностью уходит в свободное плавание и будет присуждать свои научные степени, то я с большим удовольствием принял приглашение Марата Рашидовича, чтобы поговорить о тех проблемах, которые были в этой сфере, и о том, чтобы не допустить повторения ошибок, которые сделали многие российские вузы и российская система научной институтации в целом, когда она сейчас в миниатюре будет воспроизведена в пределах одного отдельно взятого КФУ. Мы с вами беседуем в перерыве между двумя частями вашей рабочей программы, да? Вы только что со встречи с проректорами КФУ и так далее. И вы сейчас сказали, что, ну, можно сказать, стяжневая главная цель вашей поездки, вашего визита, это как-то поспособствовать тому, чтобы вот диссертационный совет КФУ, который теперь получил право присуждать, присваивать степени кандидатов, докторов наук по самым разным направлениям, дисциплинам, ну, чтобы не было повтора ошибок. Эти ошибки были в том числе и в КФУ, или вы имеете в виду более широкую практику? Ну, опять же, давайте поглядим на всю страну в целом. В базе, которую накопил за 6 лет диссернет, более 9 тысяч экспертиз, диссертаций, в которых нашлись недолжные заимствования, и около 25 тысяч персоналей. Почему персоналей больше, чем диссертация? Потому что у каждой диссертации есть, как минимум, руководитель или консультант, а иногда их бывает больше одного, бывает два официальных оппонента, как минимум, и бывает, естественно, к защите диссертации всегда причастный диссертационный совет. То есть, можно сказать, причастных, а можно сказать, соучастников гораздо больше. Да, не будем употреблять термины, которые ассоциируются с уголовным правом. Давайте будем говорить о людях, которые участвуют в этом процедуре, которые имеют отношение к этой процедуре. И тем камнем, на котором споткнулась система аттестации в нашем общенациональном масштабе, было то, что в контролирующие и надзирающие органы, а именно в высшую аттестационную комиссию, в ее экспертные заветы, входили люди, которые сделали свой, в прямом смысле слова, капитал на торговлю фальшивыми диссертациями. То есть, люди, которые много лет, согласно данным диссернета, высвечиваются постоянно и регулярно, как руководители таких вот некачественных работ. Иногда их бесстыдство и наглость доходило до того, что один и тот же руководитель мог одну и ту же работу защитить 20 раз. У нас есть пример такой, 20 раз защищенный одной и той же работы. Да, смысл? Вы знаете, это лучше их спросить, но у меня есть предположение, что они делали это не бесплатно. Ну, это предположение, я не могу зафиксировать. Вы сказали, 20 раз защищал одну и ту же работу. Защитит какой? Имеется в виду, что разные диссертанты защищали один и тот же текст 20 раз. Это было в Уральской сельхозакадемии. Теперь понятно, о чем говорят торговые. Ну, это выглядит со стороны не иначе, как то, что данный руководитель 20 раз продал один и тот же текст разным людям, которые просто заплатили и не умели достаточно ума и сообразительности проверить, что им продали второсортный товар. И те, кто возглавляли подобного рода диссертационные мануфактуры, делегировали своих представителей в экспертные советы ВАК, долженствовавшие, вообще говоря, контролировать деятельность диссоветов. Но на практике получалось ровно наоборот. Получалось, что любая жалоба на этот диссовет сталкивалась со стеной тех, кто отмазывал плагиат в ваковских экспертных советах. А если же там не удавалось отмазывать, то отмазывали на самом верху, на уровне президиума ВАК. Вот, собственно, в чем состоит то крушение российской диссертационной системы, которое диссернет зафиксировал и в деталях изучил. Андрей Викторович, вот вы сейчас схематично изложили ступени, по которым идет подготовка диссертации, защита, в том числе и псевдозащита с некорректными заимствованиями. И мы дошли с вами до ВАК, высшей аттестационной комиссии. Это, опять-таки, российское изобретение или, может быть, немецкое. Насколько я понимаю, в англосаксонских государствах, да и вообще в Западной Европе таких структур просто не существует. И ВУЗ, университет, например, берет на себя полную ответственность за чистоту предъявляемого научному сообществу продукта диссертации. Да, совершенно верно. В западных странах такой централизованной системы не существует. Она осталась только в постсоветских странах, для этого не во всех. И можно долго философствовать на тему, почему на Западе это работает, а у нас не очевидно, что такая система с независимыми учеными степенями будет работать. И мой ответ очень простой. Просто другие люди. То есть, какую бы систему вы ни сделали, с независимыми университетами или с независимо присуждаемыми учеными степенями, или централизованную, они не будут работать, если в них сидят люди, относительно которых есть все основания полагать, что это люди без совести, без представления о научной этике. Это такой что, вопрос национального менталитета? Нет. Это просто вопрос эмпирических данных. Вот если у меня есть какой-нибудь профессор, про которого я знаю, что он сто раз был руководителем фальшивых диссертаций, я могу уже, не разговаривая с ним, сделать вывод, что этот профессор не пригоден к участию ни в какой системе научной аттестации, ни в Аковской, ни внутри университетской. Я понял. Я, может быть, неправильно или не точно сформулировал уточняющий вопрос, извините за павтологию. Вы сказали, почему это не будет в России? Ну, потому что вот такие люди. Вопрос мой относился к этому. Что значит такие люди? Это ментальность такая в стране? Я не сторонник пытаться объяснить более абстрактными терминами те явления, которые даны нам в ощущениях. Если это абстрактный термин, не прибавляет ничего к пониманию ситуации. Слово ментальность не добавляет к нашему пониманию ситуации. Более того, когда мы говорим, что такие люди, мы всякий раз должны смотреть на статистику. А статистика у нас есть. Как я вам сказал, 25 тысяч личных карточек. Извините, это сзади невозможно эту картотеку перебрать. Хотя бы тратить даже 10 секунд на каждую карточку. А статистика говорит нам о том, что, к примеру, в физико-математических науках или, допустим, в химии, таких людей почти нет. И поэтому, какую систему их не посади, посади их в ВАКовскую систему, посади их в систему МГУ, СПБГУ, Казанского федерального университета. Качественная научная ассистация от этого не пострадает. Хорошо, спасибо за уточнение. Давайте немножечко отмотаем, как говорится, назад. Вот вас называют одним из четверых основателей, да, диссернета. Но вот я почитал, так называемые открытые источники, в том числе и пресловутые Википедии, конечно, посмотрел. Я пришел к выводу, что на самом деле вы отец-основатель. Нет, не так. Вы сейчас меня опровергнете, я договорю. Потому что, почему я сделал такой вывод, я попытаюсь пояснить. Потому что вы ведь начали заниматься изучением некоторых вот таких вот аспектов, ну, скажем, теневых, да, в деятельности, не только в научной, да, деятельности разных господ. До того, как диссернет оформился, как вот такое вольное общественное движение или объединение. И потом уже, вы в 2011 году работали вместе с Навальным в проекте «Распил», который занимался совсем не научными работами, а занимался коррупционерами, правда. И термин «пехтинг» тоже появился, насколько я понимаю, благодаря вашим изысканиям, когда вы устанавливали там какую-то кошмарную недвижимость в Майами у господина Пехтина, который был одним из, как бы покорректней сказать, одной из очень заметных фигур в Государственной Думе, вынужден был в результате уйти. То есть вы, если называть вещи своими именами, если я буду некорректен, вы меня поправите, я с удовольствием эту поправку приму, вы на самом деле начинали как, скорее, политический актор, политический деятель. И занимались изысканиями, касающимися сильных мира сего. Давайте я поясню. Да, давайте. Значит, просто по фактологии, мои другие хобби, да, как поиск недвижимости у депутатов, значит, они все-таки не имеют отношения к диссернету. Это моя самостоятельная деятельность, которой я занимался когда-то просто индивидуально. Сейчас вот я в «Новой газете» возглавляю отдел дата-журналистики. Это одна история, да, она развивается своим ходом. Что же касается диссернета, то диссернет возник в начале 2013 года. И удивительным было то, что все четыре основателя диссернета совершенно параллельно анализировали несколько разных случаев плагиата по разным мотивам, на разных основаниях. Но мы все этим занимались параллельно. Первым все-таки был Михаил Сергеевич Гельфанд, который тогда в комиссии Минобранауки исследовал около 20 случаев торговли фальшивыми диссертациями в МПГУ. И хронологически в таком случае нужно его считать основателем, потому что результаты этой комиссии были опубликованы раньше, чем я начал публиковать свои собственные расследования. Тогда я не был еще знаком с Гельфандом. Вот Ростовцев занимался, и вы можете отследить по его живому журналу. Ситуация вокруг МГУ и руководителя физико-математической школы при МГУ, такого господина Андриянова, который, будучи химиком, вдруг защитил диссертацию по историкам. Сейчас у людей связанных с тем же самым МПГУ. И он начал с этого кейса. Пархоменко занимался, по-моему, если мне память не изменяет, тогда диссертацией сенатора Готарова, который пожар фотошопом тушил. А я, вы совершенно правильно подметили вот какую вещь, что, безусловно, мой интерес к теме фальшивых диссертаций изначально носил политический характер. Я этого никогда не скрывал. Я это всячески подчеркивал, что, да, мне чрезвычайно важно представляется то, чтобы публичные персоны в России, совершившие разные злодеяния, были, если хотя еще и не наказаны за злодеяние, то хотя бы осмеяны за свое вранье. Этот тезис много раз повторял. Я не думал, что мощности диссернета в силу его самоорганизации, в силу того, какими замечательными программно-аппаратными средствами мы сейчас владеем, позволят нам анализировать ну хотя бы несколько десятков диссертаций в год. Я действовал исключительно старомодными способами, то есть сравнение текстов глазами, ну и поиск чего-нибудь в гугле. Это ведь вообще очень такая трудоемкая работа, да, вот там многостраничные, там многие десятки страниц, диссертаций, их нужно сопоставлять, искать, где там не верифицирована какая-то ссылка, где буквально переписано несколько абзацев, а люди есть ловкие, которые переначивают немножечко, да, компиляциями занимаются. И вот это вы все вот так вот вручную текст в текст занимались? Ну тогда, поэтому я тогда делал таких текстов мало, может быть, я делал один текст в месяц. Но со временем мы отладили систему, которая и до сих пор работает как часы, которая сочетает в себе точность и качество анализа, производимого живым человеком, и скорость сравнимую с машинным анализом. Как это удалось достичь? Очень просто. Сначала живой человек на основании результатов множественных, там порядка 100 тысяч поисковых запросов в интернете, определяет потенциальные источники текста. Он не знает пока, корректные это заимствование или некорректные, но он для начала смотрит на годы написания текста и на потенциальный состав соавтора того диссертанта, которого мы анализируем. Если годы более ранние, если в соавторстве работ нет, тогда есть смысл заняться этими источниками. Выполняется прямое сравнение текстов сначала машиной. Но зачем его вычитывает и выправляет человек, и при этом этот человек выясняет, что действительно нет кавычек, действительно нет ссылок. А может, они есть, но тогда мы вычеркиваем такой источник из нашей экспертизы. Далее этот живой человек еще раз смотрит на автореферат, изучает все публикации в соавторстве и выясняет, могло ли быть так, хотя бы теоретически, что у данного диссертанта кто-то списал, а получится так, что мы вменим этому человеку, что он списал. То есть за счет того, что первичный поиск источников и создание первичной раскраски, а так мы называем наши сравнительные таблицы, где цветом выделены совпадающие фрагменты, идет автоматически, а установление валидности, установление достоверности этих источников, их года издания, наличие совместных трудов, возможность потенциального обратного плагиата устанавливается вручную, мы делаем и быстро, и качественно. Очень хорошо, спасибо за это уточнение. Мы еще чуть позже, я хочу, да, пару вопросов задать вот по поводу того, как эта структура работает. Но вы сейчас упомянули о соотношении, как говорится, такого человеческого, да, труда и машинной обработки данных. И, в общем, это да, это указывает на стремление к максимальной объективизации ваших исследований. Вопросов никаких нет. Вопрос остается маленький. Я его сейчас задаю для того, чтобы мы покончили с политической частью, да, вот это вот. Вопрос в целях. Целями ваших исследований, теперь уже не ваших персонально, а диссонета, да, который, как вы заметили, возник в начале 2013 года, сформировался, по-прежнему главным образом остаются те же самые персоны. Члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены правительства, ну, вариши, да, миллиардеры. Ну, по крайней мере, у меня такое складывается впечатление, и я себе задаю вопрос, вы сейчас, если возможно, ответите на него, опровергните мой первый посыл, я так понимаю, судя по тому, как вы киваете головой. Не обладая вашим массивом данных, вот просто частные, да, с обывательской точки зрения, у меня тоже такое ощущение, что подавляющее большинство людей, которые так или иначе оказываются во власти или при власти, стараются, это тенденция последних, по-моему, полутора, там, десятков, может быть, двух десятков лет, стараются обзавестись так называемыми корочками, то есть, стать остепененными в научной среде, и я для себя просто задаю иногда вопрос, у меня нет на него ответа, и зачем? Вот как по-вашему, зачем? Ну, что, ну, ты уже там добился, ты заработал или там, я не знаю, кто-то украл, да, свой миллиард, ты стал, так называемым, слугой народа, не в смысле Зеленского, а вот да, там, в Совете Федерации или в Думе, зачем тебе диссертации, как по-вашему, вот, кто этими людьми руководит, и по целям, все-таки, по-прежнему, это, эти фигуры, основные цели? Давайте поясню, как раз по целям, конечно, ну, просто по факту, неправильным будет утверждение, что мы занимаемся только депутатами и членами Совета Федерации, хотя мы продолжаем настаивать на том, что это важная, общественно, значимая информация, и только она у нас появляется, мы считаем своим долгом ее изучить, перепроверить и сообщить публике, но депутаты и члены Совета Федерации кончились еще в 2013 году, мы их всех проанализировали, а поскольку ротация власти в России практически нулевая, то, соответственно, корпус чиновников класса А с тех пор мало изменился, и у нас никаких, если вы заметили, ярких, свежих экспертиз из чиновников уровня министра и депутата в 2014 году не появилась. Почему? Не потому, что мы не делаем экспертизу, а потому, что они сидят на своих стульях, как будто бы их клеем намазали. Ну, 2021 год скоро, так что там будут перевыборы. Ну, посмотрим, так называемые перевыборы. Так вот, что касается целеполагания, то, безусловно, вот в 2013 году у нас произошла серьезная внутренняя эволюция. Потому что мы увидели, что 99% тех, кто проходит по нашим базам, ну, это не члены Совета Федерации, не депутаты Госдумы, и что среди тех, кто делает себе неправильные, делает себе некачественные диссертации, огромное количество людей из сферы науки и образования. То есть у нас, к сожалению, нет возможности провести полный анализ, чем занимаются наши диссертанты, которые числятся в нашей базе, потому что мы не всегда знаем их про специальности, она не указана в каком-то однородном, единообразном формате. Потом бывают случаи, когда человек работал в правительстве, ушел руководить вузом или, наоборот, руководил вузом, избрался куда-нибудь в депутаты Госдумы. Поэтому здесь сделать универсальную статистику было бы сложно, не посадив студентов, прогугливать, 25 тысяч персоналей, а такой возможности, к сожалению, нет. И для нас очень важным стало то, что основной контингент и потребителей, и производителей всей этой диссертационной лажи это люди в университетах, это люди, которые представляют себя, мыслят себя в качестве профессионалов в области науки и образования, но и другим помогают защитить отвратительные диссертации, и сами имеют такими же. И самое главное, оправдывают эти практики, когда к ним приходят диссернетовцы с заявлением об ученой степени. И сейчас для меня вот эта история про ту мафию, которая опутала все наши университеты, она представляется более значимой, чем история про депутатов. Потому что, отвечая на вопрос, зачем это депутатам, ну, конечно, надо было бы спросить кого-то из депутатов, вот, наверное, покойный Абубакиров как-то должен был это комментировать, зачем ему была эта диссертация, которой мы его лишили. Вот. Но я всегда говорю так, это золотое кольцо в ноздри. Ну, то есть, человек от невеликого ума хочет украсить себя такой вот лепниной, да, там, позолотой, фальшивой. Как это раньше называлось, вопрос престижа, да? Да, но сейчас тенденция, на самом деле, обратная. А последние несколько лет уже и сам председатель ВАГ Филиппов и ряд чиновников правительства, то тут-то там делали такие ехидные замечания, что вот был такой-то, такой-то чиновник и перестал указывать на визитной карточке то, что он кандидат или доктор наук. Я сам такое наблюдал с несколькими депутатами Госдумы, которые после получения запросов от новой газеты вдруг спешно убрали со страниц своих на сайте Госдумы указание о том, что они депутаты каких-то наук. А потом оказалось, что они депутаты каких-то совершенно клоунских наук, защищались они, условно говоря, в Межгалактической Космической Академии Наук. Или Международной Академии Информатизации. Да, ну там все эти нью-высюки и далее по тексту. Хорошо, я понял. Вы упомянули об эволюции Дисернета. Значит, два слова об этом, если можно. То есть 25 тысяч персоналей у вас сейчас в базе, несколько тысяч работ находятся. И, как я понимаю, вы шагнули в какой-то период, там, два года назад, уточните, если это не трудно, что вы перешли от вылавливания, заимствования некорректных в отдельных диссертациях к анализу самой системы, вот этой вот фабрики производства. И в результате сформировали некий каталог научных учреждений, которые, с вашей точки зрения... И лиц. Да, и лиц, да. Он где-то обнародован, этот каталог. Вы можете сказать, какое количество субъектов туда входит? Да, он обнародован. Он называется диссеропедия российских вузов. Какую информацию можно оттуда достать? Если просто на сайте disernet.org у вас информация выдается в виде списка экспертиз, ну, и возможности поиска отдельных персон, вы вбиваете Иванов Иван Иванович, видите, диссертацию Иванова Ивана Ивановича, или диссертацию, которой он руководил, но ничего больше. Если вы заходите на сайт диссеропедии российских вузов, его адрес rosvuz.dissernet.org, то там вы можете зайти и посмотреть, что творится в каждом вузе России. Соответственно, вы можете видеть персональные карточки всех преподавателей, всех вузов, которые засветили в диссернете. Вы можете видеть... Извините, пожалуйста, что-то перебиваю. Засветились в диссернете, значит, уже дали основание или повод думать, что что-то не все в порядке с их диссертационной работой. Или их учеников. Это важно. Что такое карточка? Карточка содержит в себе данные о том, какую диссертацию человек сам списал, где он был руководителем или консультантом некачественной работы. Или оппонентом. Или оппонентом. Не во всех случаях, я подчеркиваю, речь идет о каких-то обязательных коррупционных взаимоотношениях, потому что, если их случаев было 100, скорее всего, перед нами чистой воды эпизод такой фабрики и коррупции. Но если таких случаев было один или два, или это только оппонирование, то тогда мы исходим из гипотезы, что речь идет, в худшем случае, о не очень качественной работе. И на самом деле, в большинстве вузов действительно мало диссеротделов, но их вес удельный очень велик. Ну, например, знаменитыми являются такие персонажи, как профессор Минаев или профессор Стерликов, долгие годы распространявшие фальшивые диссертации через российский государственный гуманитарный университет. Это доказано в судебном порядке? Это доказано в ваковском порядке, отзывом многих, я думаю, уже под десяток ученых степеней, но это доказано и просто, я бы сказал, в общенаучном порядке исследованием текста. Потому что, когда меня спрашивают коллеги-юристы, а где ваши доказательства, то я всегда хочу спросить, а где ваши в судебном порядке установлены доказательства вращения земли? А где в судебном порядке доказательства справедливости законов Ньютона? Да, и точно так же мы с вами, то есть, я всегда хочу перетянуть эту дискуссию из юридической плодискости в научном, что мы с вами говорим о явлении, которое внутренне присущено и которое подчиняется тем закономерностям, по которым живет наука, и которое даже на уровне юриспруденции регламентируется законами о науке, а не гражданским или уголовным кодексом. Вот мы, как специалисты по проблемам текстологии, специалисты по проблемам диссертационного дела в России зафиксировали такие-то явления. Понятно, я уточню свой вопрос, Андрей Викторович. Во-первых, спасибо вам за шутку о судебных рисках по вращению земли. По-видимому, нет судебных решений, потому что не было исков. А возбуждать дело по факту вращения земли никто не додумался. У меня такая гипотеза. В том, что касается доказательности нечистоплотности или коррупционной составляющей в всех или иных диссертациях, у вас не было случаев, когда человек, подпавший под ваше обвинение, вы же выдвигаете обвинение, что это заимствование, что это плагиат. Плагиат это вообще-то уже уголовно наказуемое, насколько я понимаю, деяние. Ну, давайте не будем смешивать. Есть разные понятия, разные категории плагиата. Ну, понятно, да. Я сейчас в общем говорю. С другой стороны, возникает простая история. Человек считает, что на самом деле он ничего не украл, то есть никакого недобросовестного заимствования нет, а его в этом обвинили. И он, допустим, выступает с иском о защите чести и достоинства, например, да, если это касается какого-то юридического лица, о защите деловой репутации. И таким образом мы продолжаем иметь дело с наукой, с диссертациями, с научными работами, переходим в процессуальную область уголовного права. Гражданская. Ну, гражданская правовая область, да, где-то может быть, если речь идет... Нет, защита чести и достоинства, конечно, гражданская, да, гражданская. Тем не менее, прекрасно смыкаются эти две сферы. Таких случаев у вас не было, чтобы кто-то предъявлял ломысь. На 9 тысяч экспертиз и публикации, экспертиз и плагиати, которые висят на нашем сайте, у нас был один иск о защите чести и достоинства, и он закончился подмерным проигрышем профессора Виталия Пешкова, который его подал, профессора иркутского политеха, и суд очень ехидно прошелся на тему сфальсифицированных профессором Пешковым, изготовленных задним числом препринтов, которые он притащил в суд для того, чтобы установить свой мнимый приоритет, но в суде это не прокатило. Поэтому, да, иск был в количестве одна штука и был проигран листом. Спасибо, очень убедительное пояснение, даже я бы сказал более чем убедительное. Немножко о технической стороне вопроса. Десятки тысяч персоналей, десятки, там и даже если не сотни тысяч страниц, необходимость бигдейта, машинной обработки, участие волонтеров. Вас еще не записали вы на агента? Откуда вы черпаете источники финансирования, решения каких-то оргтехнических вопросов? Это же уже, извините меня за грубость, большая контора, большая структура получается. Как это делается? Как ни странно, вся содержательная часть жизни Дисернета осуществляется волонтерами, не все из них любят бывать на публике, то есть есть много людей, которые заняты экспертной деятельностью, но при этом поставили четкое условие, что они не хотели бы светиться. И это понятно, потому что не во всех университетах такие свободные либеральные порядки, как где-то... Бремя оплаты их труда не существует. То есть люди делают, что хотят. Кто-то хочет, допустим, помогать, добывать источники текстов, он этим занимается. Серверы, компьютеры... Да, что касается серверов, да, сервер, программное обеспечение, в частности, довольно сложное программное обеспечение используется под проект Росвуз, все эти технические вещи, да, безусловно, они требуют определенных вложений, но, к счастью, у нас небольшой речеек пожертвований есть. Донаты, как сейчас выражаются. Почему-то по-русски уже не говорят, говорят донаты. Не знаю, почему-то люди любят коверкать язык. Да, это технические вещи, да, у нас есть в этом смысле внешние подрядчики, которые выполняют по нашим просьбам, естественно, не бесплатно какую-то техническую работу. то есть, я повторю вопрос, памятуя о тех усилиях, которые до 13-го года и в 13-м году приложили для того, чтобы там потрясти, извините за жаргон, слуг народа. Да. Несмотря на все на это, то есть, вам не отомстили пока еще? Нет, пока не отомстили, нет, но ростовцу выстрелили по окошку, вот, при этом он живет довольно высоко, в довольно большом многоэтажном доме, поэтому случайное попадание там довольно маловероятно. Ну, это да, это вероятность. По окнам стреляли. Я говорю о другом, я говорю о том, что достаточно большое количество ОНО за последние несколько лет быстро-быстро-быстро перешло в категорию иноагентов, да, то есть, либо установлено, либо якобы установлено источники финансирования из-за рубежа, не обязательно из ГАЗДЭПа, но тем не менее. От Марсиан, конечно, от Марсиан, да. Да, да, но вас это не коснулось, вот это я хотел сказать. Ну, вообще, строго говоря, нас не существует, но нас оно и не коснулось. Хорошая позиция. Да, мы как чеширский кот, да, попробуйте отрубить голову без шеи. Ну, я бы сказал, да, такая строго научно замотивированная. У меня последний вопрос, Андрей Викторович, на сегодня, он тоже касается эволюции. Мы с вами, вернее, вы мне и нашим телезрителям достаточно интересно с моей точки зрения подробно рассказали о том, как это делается, да, и против чего и с чем вы боретесь. Ну, с чем боретесь, понятно, да, без объяснений. И об эволюции дисернета, вот, диссертопедии, потом диссертопедии научных журналов, там, вопрос мой последний заключается в следующем. Огромное количество кандидатских и докторских диссертаций в нашей стране и, к сожалению, не только в нашей стране, защищается людьми с точки зрения плагиата, да, вполне добросовестными. Они ничего не заимствуют, они лепят что-то свое. Но научная ценность, простите уж мне мой дилетантский взгляд, с моей, опять-таки, подчеркну, дилетантской точки зрения, огромного количества этих работ, этих диссертаций, успешно защищенных, свободных или чистых от заимствования, оно, ну, нет там почти никакой, если не сказать вообще никакой, научной ценности. Это ничего не добавляет к мировому знанию, к планетарному знанию, ничего не добавляет к прогрессу научно-техническому. у вас четверых и у ваших основателей, да, отцов-основателей диссернета, у ваших соратников, у ваших сторонников не возникала идея посмотреть, шагнуть дальше и посмотреть вот на этот гигантский массив? Идея, да, но мы точно понимаем, что не мы ее будем реализовывать, потому что такой массив работы может произвести только научное сообщество в целом. Диссернета как раз хорош и удобен тем, что он изучает простую, понятную и доказательную вещь и делает это очень маленьким усилием. То есть, грубо говоря, человек три года делает вид, что занимался наукой и в итоге несет полностью сворованный кирпич на защиту, мы это вскрываем за пять минут. Ну, да, понятно. В то же время, чтобы дать содержательную рецензию на трехсотстраничный труд, состоящий из всякой ахении, ну, наверное, нужно пару дней потратить на его чтение и дня три-четыре только на написание. То есть, это абсолютно несравнимые вещи по затратам. В сотни раз требующие больше усилий и если все академическое сообщество в России не возмутится в какой-то момент, что у нас пишется, защищается, опубликуется всякая ерунда, то мы так и будем с этой ерундой жить. Мы не можем на себя взять труд всех побуждать тому, чтобы бегать и рецензировать плохие работы, но когда люди это делают, я считаю, это очень здорово. Это, конечно, здорово, да. Ну, то есть, предлагается научному сообществу самоочиститься в каком-то смысле, да, но нужен какой-то, нужна какая-то закваска, чтобы вот это движение пошло, да, какой-то, какой-то бульончик питательный. Ну, я надеюсь, я к этому вел. Да, нет, я надеюсь, что деятельность диссернета для многих послужила примером того, как можно ответственно относиться к экспертизе и что есть хотя бы отдельные коллеги, которые после этого стали совсем по-другому относиться к тому, когда к ним попадает на рецензию диссертация или статья, как они эту статью читают, как они эту рецензию пишут. Если это произошло, то часть из наших целей безусловно достигнута. Большое спасибо еще раз за ответы, за пояснения, в целом за интересную беседу. Я хочу напомнить на всякий случай нашим телезрителям, что это была программа Акцент, я ее ведущий Юрия Лайф, а в гостях у нас сегодня был один из основателей сетевого или вольного общественного объединения Диссернет, российский ученый-физик Андрей Викторович Заякин. Спасибо вам за внимание, всего хорошего, до новых встреч. До встречи.